Всем привет дорогие друзья, рад вас всех видеть, давно не было стримов, особенно тематических Сегодня у нас немножко поинтереснее будет тема, это будет история линейки, очень много в последнее время Ну не то что много, но сейчас большинство роликов, которые выходят у меня на ютуб канале, они посвящены так или иначе лору Будь то история обновлений или там рассказ про каких-нибудь персонажей И очень много моментов упускалось с этих роликов, потому что рассказать обо всем за 10 минут просто нереально И именно из-за этого я решил провести такой стрим Так, все, человечек у нас здесь Ну я думаю все-таки все окей будет Привет Алло, алло Да, нормально меня слышно? Да, привет, рад тебя слышать, немножко ты задержался Да, извини пожалуйста, постараюсь исправиться Мы тут уже неплохо так лор пообсуждали В гостях у меня, ну не совсем получается гости, у тебя же тоже стрим запущен Да, у меня тоже запущен стрим Но тем не менее в гостях ты меня пригласил, ты ведешь эту тему Да, но у нас получается такая некая коллаборация Елайт, да, правильно тебе называть получается? Через Э А, Элайт Элайт у нас в гостях Вот тебе как самому лору интересен у игры? Ты его пытался немножко изучать? Я пытался его изучать, но пытался я это делать сравнительно рану в возрасте То есть, когда мне было лет 14-15, ну и сам понимаешь, да, было все на английском языке Но некоторые переводы тех же самых боссов были на русском Я старался с удовольствием это прочитать, понять, что это за боссы, чем мы убиваем И происхождение игры, если знаешь ты, откуда это все возникло Ты погружаешься в определенную атмосферу, в которую тебе комфортнее проводить это самое время А тебе хотелось из-за того, что ты что-то прочитал в лоре взять и начать играть другим персонажам? То есть, ты прочитал про темных эльфов и думаешь, да, мне близка идеология темных эльфов И я начну сейчас играть какими-нибудь там СХ Или не было такого все-таки? Такого не было, единственное, что про КМЛК, конечно же, я читал И мне было отчасти довольно обидно, что так с ними произошло Точнее, насколько я помню, они там Восстание подняли Не то, что подняли, но, да, использовали их только так Да, это было мне интересно И то есть, как раз, когда я выбирал себе персонажа КМЛ Мне интересна была его история, откуда возникла А вот узнавал о том, что темные эльфы, почему они бегают именно так, как они бегают Это я уже в процессе игры самой А, ну ты узнал, да, почему эльфы раками бегают? Да-да-да Блин, представляете, даже в линейке есть история о том, почему все-таки эльфы нагнулись раком Это же настолько все детально и настолько все... Вот проработана каждая вещь Казалось бы, даже продуманный ЛС, вот типа, что такое ЛС Есть огромная история, почему появились ЛС и как они появились И кто виноват в этом Это очень интересно Так что, если есть у кого-то вопросы по истории Л2 Задавайте, пишите в чатиках Сегодня все-таки по большей части постараемся отвечать именно на вопросы Интересные вам подготовленные выпуски, если что, у меня на YouTube-канале, которые выходят именно с целью рассказать про какую-то деталь И в любом случае я их буду рассказывать про те, которые знаю Из-за этого не будем вникать в подробности Но вот про некоторые вещи я бы хотел рассказать Опять же, про хранителей печати Не знаю, как твои, конечно, сейчас будут это все видеть Зрители И будут понимать, о чем я говорю Я буду все-таки попытаться показать это все на стриме Но в любом случае, я думаю, все знают Noble Quest, где нужно убить барахама по квесту Помнишь такую часть? Барахам Это... да-да-да Это стоит такая ведьма возле пасеки в Дионе Да-да-да, вот именно она И я не знаю, много ли людей читают квесты Все-таки немножко про это написано Когда ты Noble Quest проходишь Ты вообще Noble Quest читал? Да, отчасти читал Но, конечно, не все Потому что, опять же, когда я во всем этом пытался разобраться Я очень плохо знал английский И старался Ну, какая-то часть была переведена Какая-то часть не переведена И вот в итоге из-за этого как-то бухта-барах Путаница получилась Задам пятый раз вопрос Если инфарк про Сады Евар тоже расскажем Немножко попозже Давайте закончим Вот по порядку будем Просто, да, у многих проблем возникало Когда они проходили квест на Noble Многие, кто мог это читать Это было уже на РОПе На русском языке Но там была гонка Гонка, кто быстрее там Прокачается Кто быстрее сделает Noble И так далее Ну, для хардкорных игроков Я думаю Ты вообще играл на РОПе? В начале, на старте? Конечно, конечно Вот И там было не до того, чтобы читать И вникать в истории Там было бы быстрее взять уровень И быстрее всех нагнуть Из-за этого, наверное, очень много Историй и упущено И в лоре было написано То, что вот этот человек Как его? Тайлен, да? Вроде НПС НПС, да Тайлен Который как раз И он любит собирать историю И он как раз Хотел бы узнать Вот про историю Антараса И потом Нас посылают Зачем-то убить Барахама И многие не задумываются Ну, типа, сказали Надо просто убить Чтобы тебе что-то дали Нет Потому что Барахам Является хранителем Печати Антараса И это очень достаточно Высокий чин в эльфах был Это светлая эльфийка, кстати А не видимо Я вот ее сейчас показываю На стриме И Было три эльфа Три сестры Три светлые эльфийки Которые Можно сказать Представляли Всех эльфов Причем И темных И светлых Темных вообще плохо Относились в то время Если будет интересно Попробнее расскажу И три сестры Шесласис Гор И Барахам Кроме Барахама Знаешь остальных? Они тоже есть в этом мире Там тоже есть некоторые квесты Одна находится Около водопадов Как ее? Как этот водопад называется? Сейчас скажу Анджелу Готерфу Ундины А, понятно Это Детевные эльфы Вообще То, что это водопад Так называется Вообще Мало кто знает Потому что здесь нету надписи Но я знаю Мобы Ундины Да Но они находятся В водах А где они находятся? Ну да У Годи Филимер Вот А водопад у нас Кстати Я даже не знаю Почему он называется так Потому что даже речка Вот эта не идет Туда куда нужно Но в любом случае Находится здесь Первая сестра Шесласис Самая старшая сестра Которая тоже была Хранителем Печатей Надо найти По ней будет квест Я все-таки думаю Ролик про хранителя Запилить И почитать Что она все-таки знает Вторая сестра Горы Находится возле МДТ Недалеко Кстати От пасеки Тоже в такой же пещере Как и Барахам По квесту На вторую правку Нужна Ну она стала злой Ну как все Сестры Они не выдержали Такой ответственности Что еще раз Подчеркивает То что Светлые эльфы Они очень слабы Характером и духом И причем Это не просто Вот Камень там В огород К светлым эльфам Многие сейчас начнут Возмущаться Нет По истории Это много где Прослеживается Если не были Некоторые предательства От светлых Светлые эльфы Часто боялись Кого-то Они Любили Лучше скрываться В лесах Чем идти Какую-то агрессию И это видно Вот прям от начала До конца История Светлые эльфы Они Были Можно сказать Бухгалтерами У гигантов И работали Чисто с бумажками И на этом все Так что Кто играет Светлых эльфов И пытается Немножко отыгрывать роль Должны немножко Были расстроиться На самом деле Здесь всем Можно расстраиваться Вся игра Так она и построена На этом И собственно Сама барахан У которой Имеются Манускрипты С тем Как они Запечатывали Антараса И Где у нас Как раз прояснится Немножко история И казалось бы Если ты хочешь узнать Лор Про Антараса Нужно идти Проходить Квест На Антараса Ну кстати Отчасти да Там тоже Немножко Рассказывается Но чтобы узнать Его более детально Тебе нужно пройти Еще квест На Сколько много Паскалок Сделано в линейке Чтобы как-то Изучить Этот лор Мы всех Сестер Сегодня увидим Я не знаю Можно конечно Пробежаться И другим Сестрам Барахан Вот показал Пока что А вот Бежать Можно будет Немножко Про это Рассказывать Так вот Хранители Печати Антараса Было 17 Штук Из них 7 Было Людей 3 Было С С Ветлых Ильфи Всего 3 5 гномов И 2 орка Опять же Люди Превосходили Численностью И что Меня больше всего Удивило Это что Основным Ключевой фигурой В заточении Антараса Именно был Доспарион Казалось бы Один из самых Лютых Врагов Людей Потому что Ну про Доспарион Уже многие знают Я все таки ролик выпустил Именно из Доспариона У нас разделились Светлые На светлых И темных Элифов И Именно Из-за его действий Из-за того что Он решил предать людей Сказал Эльфы Давайте воюйтесь С людьми Я вам Дам силы И Что еще Более удивительно То что Школа темной магии Которая находится У темных эльфов Вот она Находится Школа темной магии У нее тоже Большая история И ее основал Доспарион Вот кто это Знал И я сам этого не знал Я недавно Просто Начал Вопрос изучать Это узнал Оказалось бы Сколько мы играем В линейку Ты тут А? Да конечно Я тебя слышу Просто внимательно Рассказывай И практически На любой момент В игре Можно Найти Какую-то Широкую историю Он уже Больше конечно И к темным Принадлежит Но он Кстати На темной стороне Больше находится Чем на светлой Так Вайт Иди Историю В школу И преподавать Пятый Тирательский Класс Ну По линейке Там история Не особо Нужна Обученную Историю Не Она тоже Интересна Ну Ладно Я кстати Понял прикол Ивента Семь печати Про семь печати Это тоже Интересно Но Основная История Про того же Шинаймана Узналась Не С историей Семь печати Сейчас покажу Как раз Фалик Хотел показать История Она Помимо того Что вы просто Можете ее Почитать В квестах Ее можно Самостоятельно Найти Еще в некоторых Манускриптах И Есть В линейке История Империи Под номером 1731 Скрытая История Элмарадена То есть Если многие Не знают Если вы поговорите С некоторыми НПС Вы можете Случайно Натнуться на то Что информация Будет противоречить Той Которой Я сейчас говорю Потому что НС софт Они решили Сделать игру Настолько Живой Что Они добавили К каждому Каждому НПС Свой характер И свое Восприятие Информации То есть Это как в реальном мире Вам рассказывают Одну историю Вы ее изучили И вы верите Что это было Свято так На самом деле Это может быть По другому Также в линейке Вы подходите К НПС К обычному Какому нибудь И он рассказывает Да Шунайман был очень клевый И люди Это вообще Самые классные И никогда Они там Грязью никакой не были А если уже искать Ту информацию Откуда это все Преначально появилось Что люди считались Чуть ли не грязью Свиньями И ничего Они не могли Ничего не умели То вот Как раз Шунайман Он пытался Как это сказать Затмить И стереть Всю эту историю И преподнести Новую Не знаю Можно ли сказать Что это хорошо Или плохо Все таки В линейке Шунаймана Предоставляется Больше Как положительный Герой В то время Как тот же Доспорион Более отрицательный Но возможно Не совсем все Оно так То есть Шунайман все таки же Обращался к помощи Доспориону Уже как-то Не складывается Зачем ему Обращаться К тому злу Которого там Все презирали Который там Был предателем И настолько ли Святой тот же самый Шунайман Который Не договаривался Никак Со злом И пытался Его полностью Искоренить Опять же Анаким Взошел К Шунайману Против Той же Самой Лилит Кстати Отдельно Большая история Есть Ну и Про печати Первый Кто Может Начали Вот эти Все Печати Возвращать Шилен Чтобы ее Освободить Тоже были люди Они темные Но Темным Это тоже Было на руку Но по итогу Некоторые Печати Были все же Потеряны С С Печати Тоже Немножко Не все Понятно Потому Что Так По истории Получилось Что Шилен Дала Пустые Печати Которые Должен Был Каждый Бог Богов Семь Одна Из них Сама Шилен То есть Шесть Печати Отдала В мир Чтобы Боги Наложили На них Заклятие При помощи Которого Она Сможет Освободиться То есть Получается Инхазад Наложила Печать Для Освобождения Шилен И В тот же Момент Потерялись Три Печати Опять же Из-за Того Что Инхазад Не захотела Чтобы Эти Печати Попали К Шилен Вот Печать Напомни Вот Это Даже Я тебе Не Подскажу Так Сейчас Пытаюсь Найти Кто У нас Чатики Первый Вспомнит Да Я просто Думаю Представляешь Когда Это Было Все Придумано То есть Вот Эту Всю Историю Игры Мы Привыкли К тому Что Это Просто Прокачал Персонажа Бегать С Гидробласт И Убивай А В 2001 2002 Году Все Это Было Продумано Рассказано Что Нужно Сначала Представить Этот Огромный Мир Где-то У себя Фантазии Восприятия Потом Все Это Придумать И Воплотить На основании Всего Этого Построена Игра А не Наоборот Напихали NPC А потом Историю Придумали Да В этом Тоже Огромные Плюс Линейки И Печать Гнозис Познаний Сэйв Миссэв Вспомнил В моем Чате У тебя Никого Там Не Был Кто Вспомнил Нет Еще У меня Дилей Побольше Чем У тебя Стоит Потому Что Всегда Ставлю Секунд 30 Получается Почти Минуты Дилея Ну Да У меня Секунд 30 40 То есть Без Дилея Нашли Мы Кстати Следующего NPC Кстати Здесь Храм Немножко Более Красивый Чем Бах Бах Храма Кабарахама Названия Такие Блин Опа И вот Она Сама Гора Без Всяких Василисков Выглядит Совершенно Так же То есть Кто Вдруг Сомневался Что Этих Трех Сестер Нету Только Одна Есть Нет Есть Все Вот Вторая Сейчас Мы Наверное Побежим К Третьей Я Правда Не знаю Где Она Третьей Находится Совсем Не Представляю Но Я Думаю Я Тоже Ни разу Не Видел Я Даже Не знаю Для какого Она квеста Нужна Будет Но Будет Повод Поинтересоваться И Поискать Что за Квест Ножен Давайте Объем А я Как ты Меня Назвал Save Me Save Save А как У них Читается Не Придирайся Там Save Me So Да Да Вот так Читается Я Смотрю У тебя Не все На стриме Узнали Типа Кто я Такой На стриме Это Элайт 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 Это Элайт Ну тебя Узнали На самом деле У меня На стриме Только один Человек Спросил Кто Это Так Сейчас Я Полечу К Темам Так Как Нам Тут Попасть Там Насчет История На самом деле История Линейки Взяла Начало С Комикса Если Это Была Была Япония Это Было Более Окей То Есть Там Все Анимус Комикса В основном Вот Но История Линейки Началась Списаться С Комикса Блин Название Сейчас Не скажу Хотя Сейчас Посмотрим Название Название С матным Словом Помню Шил Завание Стория Шил И Ил Сук Литературное Слово Да Но Это Это Не по Русски Естественно Линейк Шил Ил Сук Можете Ради Интереса Погуглить Почитать Очень Много Схожего Вначале Наблюдается Потом Конечно История Начала Жить Своей Жизни В линейке Ну В своей Жизни Она Начала Жить Еще До Выхода Второй Л2 И Самое Интересное Что История Второй Линейки Она По идее Не Развивается Она Идет По написанному А История Именно Развивается В первой Линейке Я Я Я Знаю Многие Ли У Тебя Знают То Что Вторая Линейка Это Приквел К Первой Линейке Приквел Это Ж До Получается Правильно Сказал То есть История Второй Линейки Происходит За 200 Лет До История Первой Линейки Ну И Что Очень Парадоксально Первая Линейка Заработала За 2015 Год Блин Насколько Она Заработала Не Помню Я Просто Боюсь В нолике Ошибиться 3 300 Миллионов Долларов Заработала Первая Линейка А вторая Линейка Заработала В 10 Раз Меньше Даже 15 Раз Меньше Она Заработала 20 Миллионов Это Почему Такое Ну Потому Что Первая Линейка И вторая Линейка Количество Заработанного Денег Верно Да Вообще Нет Не Вообще За Последний Год За Последний Год Ну Во-первых К первой Линейке Будет Разрабатывать Третья Линейка Которая Там Все Говорили Да Но Как Она Будет Зарабатывать Почему Люди Геймплей Геймплей Корейцам Да Он Другой И Он Больше Нравится Корейцам Почему Корейцы Делают Третью Линейку По Тому Что Ну Могли же Просто Апдейтнуть Эту Да Которую У нас Есть Сейчас Которую Мы Так Любим Она У них Не Популярна По сравнению С тем Насколько Популярна Это По сути Одна Из Первых Если Не Первое ММО В Корее Которое Было Выпущено Это Линейч Один И Когда Огромное Количество Людей Пришло И Играло Долго В Линейч Один Им Уже Не Интересно Было Переходить На Абсолютно Другую Линейч Два Они В ней Остались Линейч Один И И Исходя Из Этого Соответственно Она Приносит Больше Денег Потому Что Намного Больше Онлайна Не Ну Схожая Конечно Ситуация Со Старкафтом Первым Когда Вышел Второй Старкафт Корейцы Не Перешли У них До сих Пор Старкафт Был Но Так Было Буквально До 2014 Года 2014 Году Все Корейцы Топовые Перешли Второй Старкафт То есть Ну Окей Задержка В 5 лет Может быть Но До сих Пор Первая Линейка Приносит Только Денег И Теперь Нету Вопроса Почему Все таки Разрабатывают Лор Первой Линейки А не Второй Да Потому Что Первая Линейка Приносит Больше Денег Зачем Что То Делать Для Второй Если Ты Зарабатываешь На Первой Ну И Из-за Этого Чтобы Почерпнуть Интересную Информацию По Меру Линейки Нужно Искать Корейские Источники Потому Что Американские Сервера Закрыли Первой Линейки Русские Сервера Даже Не Открывали Хотя Могли Попробовать Надо Конечно Было Пораньше Делать До Второй Линейки Может Кто Нибудь И Поиграл Я Не Могу Найти Здесь Можно Пробиться Если Вдруг Кто Знает Где Находится Ш Ш Лассис Что За Ники Тяжело С Таким Ш Лассис Я Щас Шепелявить Начиная Скоординируйте Меня А то Я Не Могу Найти По Иде Где Она Здесь Должна По Карте Хотя Нет Наверное Через Нес Идти Так Скажи В Годы Та же Сюжетная Линия Или Она Уже Не Имеет Смысл И Все Смешалось Все То же Самое Сюжетная Линия Она Продолжается И Многие То Что Начинают Гнать На Год И Вообще То Что Вот Корейцы Наводумывали Зачем Они Эту Херню Все Делают Такого Не Должно Быть У Линейки Должно То же Самое С Расой Артея Ну Это Меня Больше Всего Поразило Когда Люди Начали Говорить Типа Зачем Выдумывать Еще Одну Расу Она Нафиг Здесь Не Нужна Была Выдумывать Расу Она Была Придумана В 99 году Артея И Здесь Говорят Что Вот Ее Выдумали Нет Она Была Уже Давно Запланирована Она Должна Была Появиться Второй Линейки Как раз По Истории У нас же Артеи Прятались В одно Время И Они Выбрались Уже После Катаклизма Что И Произошло Произошел Год И Чуть Позже Там Появились Артеи Это Также Было Все Прописано И В первой Линейке Правда В первой Линейке Так Таковых Артеи Не Бало Там Вообще Никого Не Был Это Морков Не Нашел В первой Линейке Они Вроде По Истории Есть Но Их Как Бы И Нет А Сквозь Водопад Сквозь Водопад По Профим Жан Там Блин У меня Люди Касс Неплохо Подкованы К Лору Координируют Может Просто Хорошо Профим Делают Может Быть Я Здесь Пещеру Нашел Офигеть Надо же Мир Линейки Он Гораздо Интереснее Я Уже Ставил Много раз Пример Про Ты же Год Играл Ну Не так Много Наиграл Да А ты же Знаешь Земляного Червя Траскин Да Вроде Его Звать Траскин Да Вот Которые Тоже Говорят Типа Нафига Вы его Сделали И так Далее Хотя Вот Прямо Заходите В С1 Мы Недавно Заходили На сервак Я Всем Говорил Смотрите Как Классно Играть На Классике Здесь Начали Грудь У Темных Эльфик Начала Трястись Оказывается С1 Она Тряслась Вот Она Аналогически Для того Чтобы Видеть Как Трясется Грудь Темного Эльфа Вам Нужно Было Купить Компьютер Посерьезнее Ложиться Так Сказать Приятное Времопровождение Надо Меньше Наверия Знать Чтобы Такое А Играть Чтобы Такое Знать Я Наверия Никогда Не Играл Ну Немножко Играл Как Давно А вот Ник На Английском Это Твори Гораздо Сложнее Шус Лассис Шус Лассис Ну В общем Такое Есть Вот Такое Пещере Огромная Пещера Я В этой Пещере Вообще Не Помню Чтобы Я Хоть Раз В Жизни Был В этой Пещере А я Так Понимаю То Что Этот НПС Нужен По квесту На Профо Наверное Это Получается Какой То Профо Я Ни Разу Не Дел Хотя Я Думал Что Я Играл За 10 Лет Наверное Всеми Профо Круто В общем Кому Интересно Можете Посмотреть Что Происходит На Стриме Так А на Чем Мы Установились Про Что Я Рассказал А Про Переход История Я Не Помню Про Что Я Там Говорил Ты Говорил Про Ну Искал Проход В этом Водопаде И Соответственно Рассказывал О Том Про Эльфов Рассказывал И Про Толк Ну Год Тараскен Откуда Вели А Точно Я Тебе Вот Как раз Я Рассказал Про Тараскена Вот В Ц1 Говоришь С Наверное И В ХФ5 Можно Поговорить Хоть и Многие Диалоги Менялись Я Уже Говорил До Того Как Лейт У нас Варлаз На Стрим Что Или Говорил Я Что Диалоги НПС Меняли Им Придали Жизнь И Каждые Хроники Из Хроник Они Или Меняли Даже Осознание Того Что Они Были Не Правы Горять Что Другое Или Некоторые Диалоги В Ц1 Был НПС На Западной Пограничной Заставе Которая Ведет Волмор И Они Говорили То Что Вот Там Находятся Другие Города Типа Годр Тайруны И В Ц1 Уже Про Это Можно Узнать Хотя Эти Города Уже Появились Только Спустя Два Года После Ц1 То Они Делали Наперед И Делали Очень Много Пасхалок Даже Сейчас В Годе Если Вы Поговорите С Некоторыми NPC Они Вам Скажут То Что Будет Через Год И Таких Примеров Очень Много Но Многие Эту Информацию Как-то Не Очень Хорошо Воспринимают Вот И Про Троскена Гномы Уже С Ц1 То 2003 Года Говорили То Что У Нас В Мефриловых Рудниках Находится Какое-то Большое Странное Яйцо И Мы Боимся То Что Рано Или Поздно С него Что-то Вылупится И Нам Придет Конец И Это Был 2003 Год А Яйцо Вылупилось Только В 2011 Году В Сентябре Тире Октябре Насколько Я помню Вот Да Где-то Пример Так Это Ж Пипец И Самое Интересное Если Ты Идешь Не Знаю Если Будет Открыто Это Явы Где Я Сейчас Играю На ПТС Вот Ты С этим Можешь На Дефо Если Тебе Не Лень Сбегать В Мирфилово Рудники И Прибежать В самый Конец И Ты Увидишь Что Там Есть Яйцо И Это Яйцо Там На С1 То Это Не Просто На Словах Ты Реально Бежишь Мирфилово Рудник И Видишь Яйцо Трасхена Который По итогу Разрушит Всю Гноми Деревушку Вот Как тебе Такой Поворот Да Прикольно Я К сожалению Яйцо Не могу Показать Я На Фриске Яве Здесь Нет Яйца На Фриске На Яве Нет Яйц Да Там Стенка Закрыта Нельзя Так А ты Можешь Забегать Чтобы Показать Яйцо Насколько Корейцы Продумывали Сюжет На 10 лет Вперед Продумать Ну конечно Не на 10 лет Вперед А яйцо Должно было Открыться Через 4 года И год Должен был На сайт Через 4 года Но Такое бывает То есть Смотри Вот ты делаешь Какой-нибудь Ролик Ну не Ролики Не делаешь Да Ты делаешь Какой-нибудь Стрим По какой-то Тематике И ты видишь Что это Зашло И есть Смысл Сделать Еще один Стрим То есть Это логично И то же самое Было И с линейкой Второй То есть Линейка Вторая Очень хорошо Зашла В свое время И когда Они ввели Ивент 7 печати То есть Первые Вот Несколько Хроник Они шли По плану С 3 У нас Вводится 7 печати У нас Там Переводы Вы открываете Этот Самый Свиток Не помню Как он называется Где можно было Посмотреть Статусы печати Помнишь Наверное Ну конечно Вот И Там было А Кстати Ты тоже Можешь Посмотреть Сейчас А Я могу Посмотреть Слушайте Наверное А нет У меня Фришер У нас Это Блин Вообще Ничего Нет Ну Нет Ява И Отптс Конечно Сильно Отличается Это Разные Игры Я не говорю Что ява Хуже Но Это Просто Разные Игры Вот Ты тоже Можешь Для наглядности Я не знаю Что ты Сейчас Делаешь На Стриме Ты Учили Знать Но Ты Можешь Для Наглядности От Наглядности Открыти Свиток Там Будет Написано Всего Лишь Ой Я не помню Сколько там 50 с чем-то Период Ну то есть На один год Должно было быть Семь печатей И После этого Семь печатей Должны были Закончиться Должны были Закрыться Все катакомбы И Должна уже Была Начать В скором Времени Влазить Шилин Примерно так Это все Планировалось То есть С момента Выхода Игры И до Момента Года Должно было Пройти Максимум Четыре года То есть В 2007 В 2007 году Должно было Настать год Год настал В 2011 Года Из того что Людям понравилась Печать И они решили Ну раз им нравится Ивент Еще раз напомню Ивент Это временная Фишка была И многие Которые кричали То что Зачем закрыли Наши катакомбы Мы их так любили Вы делаете неправильно Вы убили игру Они должны были Закрыться Так же как у любой Ивент Был же там Ивент С теми же оленями На новый год На рофе вспоминать Никто же не кричал Типа зачем Мы забрали наших оленей Вот Так же Надо было Другой пример Покупить Провести И так же Должно было быть И с семью печатями Не может Они быть Не могли Они быть Вечно Идти Хоть многим Они нравились То есть Игра должна Развиваться И это естественно Если ты играешь В одни и те же хроники В любом случае Тебе надоест Ты же бы не смог Играть в линейку Которая остановилась бы В развитии На хф хрониках До годовских И роф Дальше продолжала бы Существовать На одних и тех же хрониках Всю жизнь Контента бы не было Тупо Правильно же Играем Да Но тем не менее Контент Преподносит Не так Что просто Вот ребята Такая замечательная История Контент переносит Просто История идет По крайней мере В нашем комьюнте С сильным разрезом С тем Что на самом деле Мы делаем В этой игре Это значит Вот задаются люди Часто вопросом Почему корейцы Играют по другому Вот да Так у них же Вот это вот Все на истории построено То есть Они Настолько РПГши То есть для них Действительно Интересны Вот эти вот Все факты Они вот И исходя из них Они делают Многие вещи Развивают персонажа Потому что Они бегают Читают квесты И для них По другому Они относятся К этой игре Для них Это просто Не сильно Роллиплей А мы Относимся Так что Ага Новые хроники Ввели Значит нам Нужно Посмотреть Что можно Одеть на Свои персонажи Чтобы быть Намного Круче А вот История Которая Прикладывается К новому Контенту Она уже Как бы Теряется Именно для нас Ну Здесь я с тобой Согласен Но непонятно Конечно Что лучше По итогу Играть Как мы Играем Или играть Как корейца Играет То есть Многие Говорили Что Да корейца Вообще Играет Неправильно Наверное У каждого Своя игра У нас есть И среди русских Такие Кто любит Роллиплеить И Отыгрывать Полностью Свою роль И наслаждаться Игрой И не просто Фармом Пвп Я не думаю То что Здесь просто Нужно Кого-то Обвинить То что Кто-то Не так Играет Они Тупо Пвешатся И они Пвпшатся Главное Чтобы удовольствие Игра приносила По-моему Это верно Так У тебя какие-нибудь Вопросы в чатике Были Там Насчет моментов Я помню У нас были Про Суда Ева И я про них Тоже расскажу Про Фуфориона Расскажу Может у тебя Там что-то было Не У меня возникают Вопросы Но там Такие Больше Чтоб ты Еще раз Повторил Про Траски На и Гном И как-то Вообще Произошло Ну да Такие моменты Ну обычно Как стримы Смотрят На фоне И там Чем-нибудь Интересненько Вы слышали Там Послушайте А еще раз Повторите Такое Да Бывай Но если что Там Запись Повтора Будет у меня На ютубе Я думаю Что у тебя Запись Тоже Сохранится В истории Твича Ты вообще Ютубом Вообще Никак Не занимаешься Не Почему Я экспортирую Записи Из Твича Интересно На ютуб А Ну отлично Так что Сможете Со что Еще раз Посмотреть Кому это Интересно Так И про Иоп Ну про Иоп Надо Больше изучать Я к сожалению Не могу Рассказать Все Я знаю Только вот Некоторые Ой у меня Сейчас будет Этот Ивент На Три минуты Нужно Будет Повоевать Чуть Чуть Так Ну окей Потому что Я не портнула Вот Опять же Про Стену Аргаса Аргас Это был Один из Титанов И Блин Надо Наверное По хорошему Туда портнуться Показать То что Он Живой И Вот эти Все глаза Это Глаза Аграса Это Плюс Он впечатан В гору И плюс В горах Очень Много Глаз Я не знаю Многие Вот Раньше Это было Модно Там Качаться Во времена С4 Тир Интерлюд Так А теперь Я немножко Замолчу Ты можешь Чем-нибудь Поговорить Про стену Аргаса Да Я могу Рассказать О том Что Там Действительно Было Довольно Интересно Одно Из самых Популярных Телепортов Был С4 Потому Что Во-первых Мобы Были Приятные Для Милищников Во-вторых В Этих В тех Хрониках Все Бегали Вот Как только Ввели Это Все Дело Бегали На 700 Мобов Постоянно Релиз 700 Мобов Которые Чуть Дальше Шрайнов Лояль Насколько Я помню Называлась Колокация И Соответственно Ну Про историю Я вряд ли Что-то Расскажу Это Вайт Скорее Подготовлен В этом Деле Но Он там Воюет Вот А Ну Кстати С тобой Да Без проблем Ну Кстати С тобой Так и Не поведали Людям Я не знаю Может Ты у себя Поведал Но Почему Житеные Эльфы Бегают Именно Вот так Интересно Да Потому Что Они Всю жизнь В катакомах Провели Вот Раком Потолки Были Низкие Именно Так Они Действительно Сами Ушли С Подземелья И Поскольку Там Очень Низкий Был Потолок Они Ушли С Подземелья Их Прогнали Ушли Прогнали Да Они За счет Этого Довольно Сильно Страдали Что Еще Интересно Про Соды Ев Там Мне Интересно Когда Это Расскажет Вопрос Из чата Был Да Сейчас Вот Ты там Как Воюешь Пока Что Без Смертей 13 Кило Ивент Ну Вот Это Кстати Немного Не от Истории Это Преимущество Всяких Ява Серверов Потому Что Там Есть Подобного Рода Большое Количество Ивентов То есть Депорт И Чего Собирают Но Это Другая Игра Совершенно Другая Игра Не Заговори То Что Многие У нас Что-то Новенькое И Раз Ява Она Дает Это Самое Новенькое Я Раньше Посторонником Только ПТС Я Раньше Играл Только На Офах До Того Момента Как Просто Л2 Наскучил И Ява Мне Дала Вторую Жизнь В линейке И Стало Немножко Поинтереснее Что-то Новенькое Получить Сундук 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 Собака Я Приверженность ПТС Как Может Время Еще Не Пришло Может Время Не Пришло Ну Просто Я Здесь Горюсь С Каких Определенного Рода Недочеток Играя На ПТС В отличие От Офа И Каждый Раз Вот Я Шмот Да У меня Такое Тоже Было Насчет Недочетов Некоторых Но Это Тоже Прошло Я Просто Отношусь Как Другой Игре Совершенно Другой Игре Я Привык К тому Что Вот Так Должно Быть Если Что То Иначе То Мне Нужно Подстраиваться Под Это Все Мне Это Не Нравится Наверное Это Просто Из-за Что Люди Сами Довольно Консервативны Они Не Любят Что То Менять Что То Изучать Новые Неси У Неси Привычное То Что Им Нравится Почему Человек Пишет Почему Не Читаем Историю Потому Что Стали Появляться Фришки Иначе Начали Все Именно Там Никто Не Заморачивался Переводить Какой процент Огровых Какого Знал Им Ближ Когда Вышла Версия На Рофе Играли Практически Ключительно Те Кто Играл На Фришках На Офе Евр Согласен С Человеком И Именно Это Как раз Как сказал Вайт Что Мы Никогда Не Заморачивались На Чтение Квестов Мы Быстрее Быстрее Набить Левел Быстрее Быстрее Все Это Пройти Быстрее Быстрее Скипнуть Таблички Задрота Ну Блин В России Тупо Задрота Я думаю Никого Это не секрет Самые Задротские Игроки Это В России Кстати Ты упоминал Тему Второго Сорта Таркрафта Я бы хотел Сказать О том Что Ты задавался Почему Не переходили Долгое Время Потому Что Пять лет Прошло Потому Что Людям Нужно Было Во-первых Призы Перестали Проведиться Крупные Соревнования Мировые По Старкрафту Второму По первому Начали Все Переходить На второй Старкрафт Ну И Близзард Соответственно Он же Не патчет Я так понимаю Первый Старкрафт Довольно Они Даже Патч На Диабл Второй Выпустили Вот Недавно Так что Если Они Играли Они Патчли В Старкрафте Ты играл еще Да конечно Играл Ну А На каком уровне Хотя Ты во все На плохом уровне Играешь Я В Варкрафт Хорошо играл И любил Эту игру Но Там Действительно Близзарды Просто забили И Она умерла Когда они Перестали поддерживать Именно Патчами И балансом А на тему Когда перешли Мировые соревнования Первый момент Отсутствие Нового Патча Второй момент И третий момент В отличии От линейки Первой линейки Второй Старкрафты Что первый Что второй Они имеют Одну То есть Это вид сверху Юниты Как бы Экономика В принципе Одна и та же Именно Линейдж 2 Линейдж 1 Там Здесь вид сверху Здесь вид Вот до третьего лица Система ПВП Другая Система Фарма Другая Здесь все Другое Абсолютно Поменено И людям Было Уж очень Сложно Переходить На все Это дело После того Как они Привыкли Не знаю Ну Там была Фишка Которую Зайти во вторую Линейку Потому что Все знали Некоторые моменты В первой Линейке И хотелось бы С ними Познакомиться Во второй Допустим Они знали Про Хардину Но они его Не видели И тут Бац И тебе Показывают Хардина И ты хочешь Войти во вторую Игру Именно из-за Истории Из-за лора И на это И был расчет Ну а то А у нас Первый Никто не знаком И у нас Во вторую Из-за другого Пошли У нас никто Не думал Про историю Вообще Ничего По второй Линейке Это просто Было Очень новое Ну мне жалко Мне жалко То что Россия Вообще Не знакома С первой Линейкой Ну это Знаешь В какой-то Момент Можно привыть Любовь К этим Квестам Что ли Не знаю Меня квесты Жутко раздражали Потому что Мы все Начинали играть На пиратских Сферах Не было Ничего Понятного Во-первых Сами молодые Совсем были То есть Игра новая Мозгов Как ее Правильно Изучать Нету Какого-то Рационального Логического Подхода И люди Вот Как бы Ты взял Квест Куда бежать Непонятно Ну и тогда Да Действительно В самом начале Мэйч 2 Там лишь бы Этот квест Пройти Не то что Историю Квеста Я как вспомнил Как я проходил Профу на 40 Второй Это было Нечто Ты стоишь Около ГК В каком-нибудь Я вроде В глуде Устал Не знаю Что там делал Когда я проходил Вторую профу И кричал Типа Люди Кто Знает Типа Кто проходил Профу Там на 40 Скажите Где-то Выискать Насколько я помню Там даже стрелок Не было В первых Хроник Ну в первой Терре Третьих Там вроде Не было Особо стрелок Куда их Как бежать Вот Гайды конечно Уже начали Начинали там Появляться Но проходили Без них То есть Я даже не помню Была ли отметка На карте То есть Была ли Вот этот Маркер А я вспомнил Почему Мы Не смотрели Гайды в интернете И для меня только что Дошло То что У меня Безлимитный интернет Появился в январе 2009 года Вот А когда ты начинаешь Играть в игру В 2005 году Хорошо то что у нас Тогда сервер был Городской И Ростелеком Тогда назывался Волгателеком Предоставлял Бесплатный доступ К этому серверу Ну Можно было Неплохо Как раз Играть За бесплатно Я правда не помню Как мы подсоединялись Через модем Получается Я что-то вот Не могу вспомнить Как это все происходило Или А нет Тогда была у меня уже сетка То есть у нас была Одна из самых крупных Локальных сетей Правда же в газету писали Тысяча машин В 2005 году Это может Какая-то целый интернет Можно было из этого породить Вот И тогда у кого-то Начинали появляться Выделинки Первые Которые можно было Шарить Вот Там конечно Через карточки Были доступ Но в любом случае Вот так Мое Знакомство с игрой Произошло И никаких Гайдов Естественно Ты не можешь посмотреть Потому что Доступа в платный интернет У тебя нету А проходить Профу Если нету Никаких Стрелочек Пометок на карте И когда у тебя Парафан Только в одном пункте Типа Поговорите С этими Тремя НПС И они вам Дадут задание А когда они Дают задание У тебя в квестах Это не отображается Но опять же Вспомните профессию Того же СПС Первая Парафа Вот Там же Тоже Так же Я кстати Спас Пока не отошли От темы Тоже самое Вспоминание Из детства У нас Мы все играли Из компьютерного клуба У нас администратор Компьютерного клуба Распечатал Короче На принтеры Профы На сайте Вот И впаривал Знаешь Вот эти вот Листочки с профами По три штуки Вот И вполне неплохо На этом поднимался Потому что Ну а где еще Взять информацию Куда бежать И что делать И на английских же Квестах Вот И да Там Я точно вспомнил Не было Все по координатам Помнишь Ориентировались Я вот на таком-то Там такая-то Высота Широта Так что Это было довольно Геморройно Прохождение этих квестов Тем более Еще момент Про интернет Ты рассказываешь Как раз Хочу добавить Что Не было просто Ну я лично Платил за каждый Мегабайт Интернета И представьте Если бы я еще Каждый квест Пытался сидеть Читать Это бы сколько денег Я платил бы За интернет В итоге Да И я кстати Хочу немножко Заавтопить Похвастаться Имя бокса Максимального убийства Онис Я на первом месте И я выиграл Эрпиринт Хорош Хорош А говорят Что я без руки Смотрите Как я наебала Я свой чатик Не читал Когда что Пвп шился Но я думаю Там очень много Лестных слов Было По мою сторону Да Может никто Там не обзывался Асмирайпсю фигня Давай по новочкам Форсаж Толетинский Сервер Играл ли на нем Вот как раз на нем Играл Это и был Бесплатный сервер Лол У меня тоже Был такой случай Админ делал Нам профуза 5 гривен Это было Профуза 5 гривен Даже 5 гривен Это в то время Было Рублей 15-20 Что ты Понимаешь У нас На распечатку 15 рублей Брал только 5 рублей Листику Он брал И он еще Шрифтом Таким фиганул Здоровенным Было весело Я пытаюсь Вспомнить Какие там Цены были В клубе В 2005 Года Я тоже Очень много Просто делал Именно в компьютерных клубах Но там Порядка 10 рублей Час Наверное Стоил Я еще Помню Свои походы В компьютерный клуб Когда я был В 1-2 Классе У меня Всегда Очень хорошие Математические знания По итогу Потом Я попал Математический класс И так далее С углубленным Зачением математики И я уже Тогда Мог там Прочитать Сколько мне Там выйдет 4 минуты Я там Приношу Я не помню Реально Копейки Типа 80 копеек Так Насыпал Ему И говорит Вот у меня Там На 4 минуты Я там Такого В шоке Типа 4 И Пытается Сочетать Так Смотришь На У него И Все в шоке Во-первых Из того Что ты Время Так мало Заказал Что ты Успеешь Делать И Ну Детям Не было Такого Нужного Детям Просто Посеть За компьютером В том же 98 Году Это Было Очень Круто То есть Хрена Семья Так С 30 Там Доллар 6 рублей Стоил Это Чебя Там Не Подожди 6 рублей Доллар Стоил Примерно В эти Годы Он Резко За Год С 2000 Блин Я не Помню Года У меня Хорошая Память На Года Но Я не Помню Когда Доллар 6 Рублей Стоил Но В один Момент Он Резко Там Подскочил Как раз Он За Год Ну Ладно Мы Сейчас Не Про Это Общаемся Доллар Не Доллар Пофигу В 97 Убрали 3 0 Ну В 97 Да Как 3 0 Убрали Доллар Стоил 5 Рублей И Потом 98 А Ну Тэфол 98 Года В 97 Он Стоил 5 Рублей 98 Он Стоил 6 Рублей А В 99 Он Стоил 25 Рублей Вот Как оно Было Так Что Нет Не 2005 Так Что Там 5 Гривен Стоило 30 Рублей Но Есть У нас Люди Знающие Кстати У нас Получается Сейчас 600 Человек Смотрят Суммар На Стримах Это Очень Хороший Результат Для Лора Обычно Лора Не так Интересен Людям Остается Ладно Продолжаем Продолжаем Про Лор Дали Подарки Клевые Начнем Наверное Про Я хотел Что-то Показать Я хотел Куда-то Сбегать А К яйцу К яйцу Нет Ты только Можешь Сбегать Так Окей А Про А Ну Я тогда Сбегаю В этот Сады Богини Евы Пока Что Рассказываю Заодно Интересно Смогу Попасть Вроде Ну Был ТП Есть На Нижний Этаж Нижний ТП Отлично Но Если У тебя Есть Время Не Знаю Реально Занимаешь Чем Ты Сделаешь Я Смотрел Олимп Катурич Олимпу Там Олимп Все Запустился Да Запустился Олимп Вот Мы Здесь Все На Куражах Ну Окей Скоро Скоро Уже Отпущу Да Не Нормально Так Сейчас Я Портнусь Загуглил 1 доллар 28 Рубля Но Я Почти был Прав Это Щебята Ну А Сейчас Сколько Доллар Что Ну Хотя Сейчас Доллар Что Падать Сейчас Может Быть Все Не Так Плохо Будет Срублен Но Хотя Блин Для Нас Зарабатывать В Интернете Все Плохо Доллар Падает Плохо Доллар Растет Тоже Плохо Да Да Зарплата В Долларах Осталось Начать Зарабатывать В Интернете Я Ощущу Все Боль Ну Не Тут Уже Начинаешь Зарабатывать В Долларах Ты Ты Даже Налоги Сейчас Должен Пойдя Платить Кошмар Не Ну ты же налоги сейчас платишь Там же Ну да Да Ты же в отдел МНН Все дела Да Да Вот Получается Ты официально Получается Работаешь Ну как Без этого Никуда Можно было Не платить налоги В Россию Но Тогда бы Обязательно Пришлось Платить налоги В Америку А налоги В Америку Со стримов 30% Так что Лучше В Россию Платить Вообще Налоги В России Самые Такие Лояльные Хоть Какой-то Плюс Есть Так Нахожусь Я в садах Ева Вот та самая Комнатка Секретная Для многих Кстати Здесь почему-то Дверь прозрачная Она не должна быть Прозрачной Мы сейчас туда попадем И Уже тогда Кстати Посмотрите Насколько Этот храм Величествен Насколько Круто было Все сделано Я сейчас Не знаю Конечно В годе Или делают Ну вроде делают Да Есть же в годе Красивые Клевые локации Проработанные Но так что Все таки На линейку Не забили Как многие Говорят Типа Вот как Раньше Было И раньше Сейчас Неплохо Делают Так а я смогу Либо туда попасть Должен По идее Вот эти серверы Хант прозрачным Говорят Ну может быть Я ошибаюсь Так что я попасть В то не могу Сейчас Попадем Я помню Она сама Открывается Нифига себе Я не знаю Это Ява Или что Но вроде Это дверника В жизни Открывалась Сама Дверь Которая Тайную комнату В садах Ева Я не знаю Там тайную комнату В садах Ева Погоди Пятый этаж Я всегда портаюсь Это Как где-то Тайная комната Прыгит Тоже Если у тебя Есть время Прыгит Показывай Это интересно Будет Давай я гляну Мне Просто Я всю жизнь Не знаю Эту локацию Саду Ева Но Она довольно Такая Клевая Но запоминается В отличие от других Локаций Но тем не менее Я никогда не видел Там тайную комнату Давай сейчас Поиграем Гарри Поттеру Просто Омг Всегда открывалась Я все время Пытался Багом Попасть Я долбился В стену И Через баг Я порнулся Нифигаси На пятый этаж Куда теперь Посмотри на Лево И там такая Харень вниз С прозрачной дверью Такое дупло С прозрачной дверью У тебя задержка Я бы тебе сказал Куда ты смотришь Я вот уже прилетел И сразу двинулся Поэтому я не знаю Что из этого левого Но я думаю Что мы найдем Это где-то среди мовов Она Сейчас я у тебя На стрим Короче посмотрю Здесь не очень Да я давно уже смотрю На эту Дверь Здесь не очень мест Куда Ты здесь не перепутаешь Она единственная То вниз ведет Как нижний уровень Да Вот я уже вижу Поапартуешься И ты ее видел Ты ее видел Но потом А сейчас Нашел 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 Да Кто с ним Зам Откройся Лайт А это Лайт Ну Фото есть Ты точно можешь Подолбиться в стену Но Нет Ну Когда Долбишься Блин Ты только Хуже Сделал Ладно Ладно Окей Подожди Просто Окей А я же хотел Еще подогнать Карты В общем Сейчас Ты зайдешь Скажешь Или это Продолжено Мои уже Видят Что здесь Красиво Внутри Происходит И ты ни разу Здесь не был Именно вниз По-моему Раз не спускался Алло Сезам Откройся Что ты говорил Чтобы она Открылась Не знаю Я вообще не знаю Что она открывается Серьезно Сейчас Глянул Что там внизу Не пойду Того этого Оли Посмотреть Готовился К олимпу Здесь потихоньку Готов Нагибать Да нет На самом деле Ничего не готов Но надо Тх нужен Войтс Открытие Да и блин Я и бесплатно Ее открыл Может Аж потом Подолбишься Интересное Приложение На стриме Поступает С дверью В дверь И то И то Херовки Что-то Она у меня не работает Не на самом деле Здесь есть Периодичность Которая Которая Открываются Все двери Но я ее Не знаю Бывало Что я Мгновенно Попадал Внутрь А бывало Что ждал Там чуть ли не По 10 минут Я все время Попадал Так Багом Тыкаешь Внутрь Нажимаешь Кнопку Бежать Вперед Он Вдолбивается В нее И потом Опа Резко Скачок И он Внутри Оказывается И так Было На ПТС Серваках Я В этой Комнатке Помню Что-то Разыгрывал Моррофе И то Что Я же Вне Попадал То есть На дефо Можно попасть Через Долбежку Как это Странно Звучит Ну вот Но говорят Что И ножом Ее Можно Открыть Это Как Копперфильд Ворвался А что Здесь Есть Чего Нить Чего Сюда Прибежал Да Здесь Очень Клево Ты Должен Увидеть Что Там Внутри Происходит Я Вижу Здесь Льется Вода И Куча Свободного Пространства Да Это Очень Круто Здесь Даже Этот Радуга Есть Ты Меда Смыш На Ну я же говорю Через Молодежку Все Можно Делать А наяве Нельзя И Ну На что Тебе напоминает Эта локация Вообще Вообще Почему Ты мне Напоминает Гриму Шейхов Но Я не знаю Честно Мне кажется Что ее Просто Чуть Не доработали Ее Не доработали Это Понятно Что Не доработали Ну а Просто Большое Пространство Это Не из Того Что Ее Не доработали Добраться Должно Быть Еще Больше Здесь Должен Потому что По истории У нас все таки Фаврион Находится В садах Богини Евы И Многие Могут Там Возразить Кто читал Немножко Лор То что Ну как Он уже Вроде как Не связан С садами Но Все Вот эти Мобы Которые Находятся В шепчущих Полях Во всем Остальном Они Как раз Заражены Кровью Фавриона Была Большая Драка И По итогу Фаврион Раскрылся В садах Богини Евы Это дракон Воды Вдруг кто не знает И Он есть На Всех Картах Практически Особенно Ранних На хф Карте Нету Фавриона Изображения Сейчас я прогуглю Наверное Я Отойду Буквально На минутку Вот И если Погуглить Все карты С1 Или карты Первой линейки Или карты В общем Любые карты Линейки На многих Картах Вы увидите Изображение Дракоши Вот Допустим Не знаю Видно Не видно Вот у нас Типа Какой-то Ну это больше На аллигатора Конечно Похоже Но Многие Как раз Говорили То что Возможно Это отсыл Как раз К Фавриону Потому что Он появлялся С периодичностью То есть В одних Хрониках Он есть В других Хрониках Его нет Но Точно Я конечно Не скажу То что Это Фаврион Как-то Он не похож Ну хотя С водой Связанный Находится В районе Хейна Так что Может быть Отсылка К этому И есть Вот Но В любом случае Другие Отсылки Более Значимые Это Прямое Описание Некоторых Рейдов Вы можете Почитать Описание Того же Рейда Так Давайте Посмотрю Его Звать Было У меня Про него Немного А нет Я уже Удалил Текстовый Документ Как сделал Ролик Я удаляю Чтобы Не теряться Не помню Как Звать Этот Рейд Находится Где же Он Находится На Острове Аллигаторов Где-то Вот В этом Районе Показываю Мышкой Как раз Находился Летучий Хрен Который Приспешник Фуфуриона Оказывается Судя По его Описанию Кстати Можно Посмотреть В информации На картах Насколько Я знаю Так Рейд И Семьдесятый Уровень Сейчас Как раз Прямо Прочитаем По идее Думаю Мы сейчас Легко Найдем Там Еще Непрозрачная Есть Вроде Она ТХ Отмокает И там РБ Стоит Сад Ева Да Он Очень Прикольно Именно Тем Что Здесь Построен С такими Стенами Которые Не всегда Открываются Открываются С определенной Периодичностью Это очень Круто Галшатай Фуфуриона Вот Самый Дракон А Я не Там Показывал На острове Легаторов Выше Вот Около Герана Это Дрейк Локнес Чьим предком Является Фуфурион Передает Послания От него Ящерам И Крокам С тех пор Как Фуфурион Слегка Заинтересовался Делами Этих Двух Малых Племен Локнес Оставил Их Полагаться На собственное Благодар 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 Он Презирает Существ Слабее Его То есть Это Была Первая Отсылка К Фуфурион Где Прямым Текстом Пишется То Что Есть Фуфурион И Звать Его Именно Фа Фурион Многие Сомневались И Думали То Что Его Звать По Другому И Вот Я Показывал Того Ящера У Многих В гугле Есть Некоторые Картинки С Фуфурионом Как он Выглядел То Он Выглядел Вот Так Вот Это Рисунок 99 Наверное 98 Года Которая Была Публикована В 2000 Году И Теперь Сравните Ту Ящерицу На Карте И Концепт Фуфуриона Видите Сходство Сходство Ну Просто Колоссальное Так Что Я Могу Предполагать Все-таки Что На Карте Изображен Именно Фуфурион Вот Такие Вот Дела С ним Фурион Пофарму Чемпион Да Есть У него Так А Про Историю Ядра Кора Ты знаешь Поверхностно То есть При Нее Нужно Готовить Историю А Я Ж Еще Не Рассказал Про Агресс Очень много Информации Которой Хотелось бы Поделиться И Именно Из-за этого Проблема С роликами Я начинаю Делать Один ролик Получается Другой ролик Людям Ксерому Конечно Нравится Любая История Так Не Простей Так Простей Агресс Я уже Говорил То Это Один Из Гигантов И Белев У нас Как вы Знаете Кто смотрел Крайне Мере Последний Ролик Ну, Лайт у нас тоже в группе своей его репостил. Вот, и там говорится, что Беллиф изучил практически всю магию гигантов. Так вот, все монстроглазы, которые находятся в мире, сам, наверное, явный пример это возле Диона, и здесь, наверное, больше всего обитает там монстроглазов, это глаза, ну, не то что глаза Беллифа, ну да, получается, глаза Беллифа, с помощью которых он наблюдает за этим миром. Почему их больше всего рядом с Дионом? Да потому что у нас ХБ находится ближе всего к Диону, то есть Пустошь и Дион. Вот тоже, кстати, отсылка. То есть мы узнали, что это так и есть, а потом ты понимаешь, что настолько детально проработано, что эти глаза находятся как раз рядом с Хеллбаундом, что логично. И вот такая мелочность в этих деталях, меня просто поражает оно, то есть это нужно же было не просто придумать такую историю и куда-нибудь заселить их, то есть в других локациях ты глаза особо не найдешь, а заселить именно в этом месте. Это надо же знать всю историю настолько хорошо разработчикам, чтобы не сделать никакой косяк и случайно не вести то, что не должно было быть. Ты уже здесь, да? Да, да, конечно. Слышать. Так, а те глаза, которые в УА, например? У УА это глаза Аграса. Вот. Это Аграса, у которого Баев и обучился. Ну, не у него обучился, но узнал эту магию про глаза. Надо бы вообще в стену Аграса посетить и показать. Многие не смотрят по сторонам, и меня это очень удивляет, которые всю жизнь прокачались в стену Аграса. Точно. Там вот есть. А ты не знаешь, почему там вдалеке ангелов тучи? Я уже не помню. Я читал про это, но я уже не вспомню, почему там ангелов. К сожалению, все запомнить тоже не удастся. Блин, не могу найти Годдард в территории Годдарда. Она была в центр сразу. Здесь, кстати, очень много квестов, и есть квесты, которые играют, там, чуть ли, непосредственно у самого Аграса. Так, территория Годдарда, стена Аграса, центр. Вот, и все бегают, уткнувшись вниз головой, и не могут посмотреть, вот, что у нас находится наверху. А ты наверх поднимаешь голову и окорениваешь на то, что здесь происходит. Блин, а что я ничего не вижу наверху? Так, давайте посмотрим, где мы здесь находимся. Что-то мне карта гречит. Ух ты. А что это за остров такой? А, это понятно. Сейчас я еще, кстати, покажу карту концепта линейки 2. Я тоже думаю, для многих это будет интересно. Здесь просто туман, я далеко не вижу. Странно, в общем, максимальной настройки. Мне не удалось мне сказать сразу то, что я хочу. Надо здесь немножко побольше побягать. Кстати, когда я говорю, что я что-то показываю, мне резко народ подскакивает. Видать, с того стрима приходят посмотреть, что же там происходит такое. Блин, интересно. Чаще что-то подсказываю. А у меня Олимп, у меня первый бой сейчас будет. А вот мы уже дошли, кстати, до башни. Очертания, кстати, сверху похожи немножко на башню Крумы. Но оно, кстати, есть здесь в том, что оно похоже, потому что все это было произведено гигантами. И постройки гигантов и гномов, они сильно отличаются. Вот, допустим, весь замок Адена, он был построен гномами и эльфами. Эльфы, кстати, тоже чернорабочие. Блин, настолько сильно игра унижает эльфов. Эльфы настолько никчемные. Оказалось, это благородная раса. Это такой какой-то поворот, что ли, в игре с каким-то... Насмехались кому-то над ними. И вот они были такие клевые, они были в высоких чинах у гигантов, они неплохо думали. Оп, они никто в мире людей. А сейчас это реально мир людей. И это даже не из того, что... Блин, это вот, честно говоря, даже король Элла Мардена. Кто? Человек. Это Кадмус. До того, как Аден захватит. Аден захватывает, типа, немножко истории переписывается. Но в целом, короче, я не нашел. Что я хотел показать? Черт, а, нет, нашел. Вот, смотрите, смотрите, вот этот ужас. Вот он, страшный глаз. И таких глазов... Глазов. Глаз? Глаз очень много. По всему... По всему ВОА. По стене Агреса по-русски, да? Да. И вон еще глаз. И вон еще глаз. И вон еще глаз. А где-то здесь еще можно подняться вверх и увидеть более красивые вещи. Но я сейчас не помню весь ВОА. И нужно здесь немножко пробежаться. Там что-то не такие молнии желтые сверкают. И ты вверх поднимаешься и берешь его, типа, у самого гиганта квест. То есть гиганты есть еще выжившие. Истина Агреса на это намекает. А многие даже это не знают. Вот оно все на поверхности находится. Но, к сожалению, я не могу это найти. Но оно есть. Поверьте на слово. Ну, или кто-нибудь может побегать. Я думаю, кто часто качался в ВОА, они знают всю эту историю. Некоторые делали квесты. Это все, что по ВОА. Еще спрашивали про клевый квест. Я думаю, даже ты его выполнил. Ну, даже, нет, неправильно. Я думаю, ты тоже его выполнял. Да тоже ты тоже сойдет. Я не особо люблю квесты. А, не особо любишь? Ну, мне кажется, все-таки ты его делал в Force of the Dead. Квест с вампирами, за который тебе дается бэйбишутерия. Да, да, делал. Ну, просто мы его делали не из-за того, что этот квест интересный. А из-за того, что на старте Рофф получили бэйбишутерия. Это очень круто. Квест достаточно геморный, но... Он достаточно прикольный по развитию. То есть, ты разговариваешь с NPC, и человек, который не сразу все понял, не сразу все знает про эту локацию, думает, что это за такие чуваки. А потом ночью приходишь и видишь то, что у того NPC, который ты брал квест, превратился в рейд-босса, и он миньон этого босса. И такой, что? Что это за фигня? Оказывается, это все вампиры. И история там достаточно прикольная. Force of the Dead. Хочу посетить этому целый ролик, но сейчас у меня информации не столько много, чтобы ответить на ваши вопросы. Ничего себе, я раньше вообще не замечала. Круть. Вижу, что про глаза. АРБ вызывной от глаза, говорят тоже. Покажи шоколадный глаз. Что? Интересное пожелание у людей. А чей вам шоколадный глаз-то показать? 320 человек на стриме. Неплохо. Да. Так, а ладно, если не говоришь про Траскина и гномов. Я же рассказал про Траскина и гномов. Ты, скорее всего, подключился немножко позже. Не получится мне рассказать одно и то же много раз подряд. Так что просто пересмотришь стрим, про них мы уже немножко рассказали. Помоги Аденой. Блин, у меня кому-то Адена есть. Ты, кстати, помогаешь людям, когда тебя Адена просят? Да, всегда. У меня сегодня даже чувак какой-то Адена был на Адену. Я ему просто скинул, короче, сказал, сейчас релагнул. Он меня качать собирался. Я вам бац, копать и меня больше не брал. Эх, развод. На фришке? А ты много же ему денег скинул? 30 лямов. Ну, типа, 3 париков на кругу. Ну, такое себе. При этом он меня ничего не просил. И в итоге такая вот досада. А так, не знаю, блин. Ну, не деньги же. Ну, вот, лично, когда я качался, мне очень сложно было на первый профиль нахормить. И когда, вообще, такой подгон, вообще... Ну, да, ну, да. Размешиваю. Взялся. Это РБ Гордон у Годдарта. После этого. Вот, вроде, это первый РБ, который путешествует. О, кстати, это очень клёвый вопрос. Мне нравится то, что людям интересен стакелор. А Гордон... Или как? Гордон, Гордон. Гордон, всё верно. Правильно, ударение так, наверное, будет всё-таки. Это РБ, который вплотную связан с Акомонахами и Заричем. Я, кстати, удивлён, что ещё ни разу не спросили про Зарича и Акомонахи. Но вот Гордон и Зарич Акомонах становятся в одной линии. И когда я буду делать выпуск по вот этим мечам проклятым... Если буду делать, я это очень не уверен, потому что информации не очень много. Они будут точно в Эльзина. Надо просто будет поискать. Гордон это тот, кто как раз разыскивает владельцев Зарича и Акомонаха. И многие этого не знают, но оно так и есть. Этот РБ нападает на Зарича и Акомонаха. То есть он агрессивный, но агрессивный только на Зарича и Акомонах. Я думаю, это вообще никто не знает, потому что пересечься с проклятым оружием с Гордоном... Ну, это настолько маленький шанс, наверное. Во-первых, этого РБ оформят. А во-вторых, он путешествует. И это нужно, чтобы звёзды совпали, чтобы вы случайно пересеклись. И чтобы вас этот РБ убил. Кстати, это прикольная тема, наверное. Кто там выбил себе Зарича или купил, прокачал их до 10 уровня. Особенно раньше, когда это было актуально. Пошёл качаться в какую-нибудь там Кетру, и его убивает Гордон. Это, наверное, эпик был бы. Очень много подписок приходит. Так, а был уже разговор о ДВ. В целом, история Локи и как мобы там менялись. Но мы рассказываем сейчас не про то, как мобы менялись и эволюции Хроник. Рассказываем историю самой игры. Мира, мира игры. Кого казнили в ЕГЭ. В ЕГЭ тоже интересная информация есть. Там был, я не помню, кто проявитель был. Помню, мы на стриме... На стриме классика, ру-классика. То есть год назад всё-таки задались этим вопросом. Не нашли ни кто-то информацию. Я не помню, кого там казнили. То есть я про это тоже, честно, ничего дать, к сожалению, не смогу. Про информацию. Есть любимое имя персонажа из лора. Но сейчас мне импонирует Доспорион, потому что... Вот, кстати, хочу немножко пропиарить свою группу. У нас сейчас каждые два дня проводятся викторины по лору. Кому не лень, кстати, у нас есть. Да, модератор сейчас? Лимур Тетута. По спаме ссылка в мой чате, в группу. Можете поотвечать на эту викторину. Прошу только не гуглить. Интересно именно познание игроков в линейку. Это очень важно для того, чтобы я смог скорректировать свои следующие выпуски на Ютубе. И там есть достаточно много интересных вопросов, ответы, которые через каждые два дня приходят в следующей уже викторине. Так что вы можете просвещаться себя и вот этой викторинкой. К чему я против него зовел? А, и там был как раз опрос, кто круче, чисто вот ваше мнение, Деспарион, Белев или Деспарион. Кстати, у тебя такой же вопрос. Ты за кого проголосовал или как ты думаешь, кто круче из этих трех чуваков? Не знаю, наверное, все же какой-нибудь Деспарион был. Он такой значимой личностью был, принимал участие. Белев, ну, скорее всего, круче Белев, потому что это Рейдбосс такой крутой, да, с которого падает крутейшее кольцо. Но что-то мне кажется, что Деспарион был бы сам по себе круче, как личность именно полов. Так, немножко я перебью. РФ Тензор, приветствую тебя на своем канале, платных подписчиков. Большое спасибо за подписку. Надеюсь, ты не разочаруешься в остальных стримах, которые приходят не так часто. Надо, кстати, возвращаться стримить. Я стримляю сейчас раз в две недели, это печально. Так вот, а насчет, вот ты говоришь, клевое кольцо, но я больше имел в виду именно как персонажа в мире, то есть, кто из них, скорее всего, сильнее, или кто из них больше клевые вещи делал. А Деспарион, ну, такая немножко противоречивая личность, потому что не совсем, конечно, понятно, что есть правда, и я уверен, что прям на 100% выйдет когда-нибудь обновление, где Деспарион будет очень явно мелькать в каких-нибудь там квестах, типа семи печатей что-нибудь еще рано или поздно сделаю, и сюжет развернется очень-очень сильно, потому что сейчас непонятно, какое отношение у людей к нему. То есть, про него там пытаются в основном не говорить, потому что его многие боятся, он человек, который прям в легкую там сходит и скупает чужие души, и ушей, наверное, нельзя бы назвать добрым, да, если он души скупает или можно? Просто нет, вряд ли уж. Да, вот Ахардин добрый, речи больше или положительный герой, или отрицательный? Это вопрос ко мне или вообще? Ну, к тебе больше, то есть, мне интересно, твои рассуждения. Ну, мне кажется, что все же он больше положительный, ты там говорил, что Академия вот это все дело, явно он кого-то там что-то готовит к чему-то, раз на всех обучает, раз на попрохе любит. Да, обучает, и он просто заключил договор с Аденом, а слона Аденом, и то, что все ученики, которые идут, они идут служить Адену, собственно. Но башня славного кости, она же полностью, ну, как она может быть полностью отрицать? Она раньше полностью отрицала темной магией, сейчас непонятно, потому что там темные эльфы поселились, и это очень странно, вот такое противоречие я не совсем нашел информацию, но все время у нас в основном башня славного кости, она от темной магии отказывалась, и применяла ее всего лишь пару раз за всю историю, и один раз из них это было, когда они пытались заточить Беллифа, и по итогу разрушили огромную просто территорию, в виде... точнее, не в виде, я не помню, что там было, там были всякие леса подобие Еве, вот, а получилось у нас пустошь, полностью выжженная земля, пески, и все, никого там нету. Вот, это виновники оказались в магии из башни славного кости, ну, после чего там оттуда многие ушли, в том числе ушел Айхавант, вот его, кстати, школа магии, причем многие не слышали это имя, хотя вот школа Инхавант, вот ты помнишь тут вообще вот это имя? Нет, вообще нет. Вот, а теперь открой Говорящий остров, и смотри, она прям в огромной буквы школа магов Инхавант. Вот это чисто его школа. Это был соратник, как его, Хардина, но каких-то узых пока что он не замечен, только есть отсылки, то что у Хардина очень черное и темное прошлое, это раз, что не делает его уже хорошим, что он утворил пока что не совсем понятно, но скорее всего он выпустил Блефа. Вот, как бы поворот, да, сюжета. Вот, а во-вторых, он пользуется темной магией, для которой нужны там человеческие смерти, то есть нужна плоть людская, нужны кости людские, что как бы тоже, наверное, не очень положительно делает. Почему Алмараден закрывает на это глаза, не совсем понятно, то есть что-то скорее всего намечается, но если, вот я немножко все-таки поизучал первый лор, первой линейки, это пипец насколько сложно, потому что ты корейский переводишь, и ты ставишь пробел в переводчике, и меняется полностью смысл. То есть из одного пробела, одно предложение, типа я пошел, налил себе супа, делаешь пробел, началась там Великая война, и ты думаешь, что, что это такое? Вот, но удалось все-таки узнать, не только даже по тексту, а потому что происходит в первой линейке, у нас Белев теперь заточен, не то, что заточен, сейчас обитает не на ХБ, а переместился на острова Говорящего Острова, то есть то, что будут острова Говорящего Острова, стало известно еще в 2000-х годах, то есть многие опять же возникали, то, что в годе произошло с Говорящим Островом уже, там же появилось несколько типа островов у него, это было известно еще 15 лет назад, вот так вы думаетесь, и Белев будет там заключен, и в этом причастен Хардин, и Хардин сейчас у нас обитает даже в годе, по квестам его можно найти, тоже, я так понимаю, на Говорящем Острове, теперь он там находится, я, к сожалению, историю года не очень знаю, я только немножко вначале поиграл, и как раз удивился, то, что он теперь находится в другом месте, и в годе Хардин начал принимать активное участие в развитии истории, кто играет в год, наверное, больше про это смогут сказать, ты что-нибудь знаешь про это? Ты видел его где-нибудь там? Нет, нет, что-то я такого не припомню, именно из года, чем? Нет, не припомню, давным-давно, но это, наверное, когда только переходишь на год, да, это заметно, когда ты развиваешься, мы опять же пролетели в сеть ловала очень быстро, и историю Хардина я как-то не заметил. Ну, может быть, может быть. Так вот, такие вот дела, так что Хардин не совсем понятно, скорее всего, он как раз, он же вот сам обичуется, мне кажется, он жалеет о некоторых своих поступках, и мы про это еще узнаем, сто процентов узнаем. Вот, ну, то есть, если про Хардина что-то понятное, можно додавать какие-то домыслы, про Беллифа, кстати, про Беллифа не все понятно, возможно, все-таки Беллиф окажется светлым эльфом, и мне эта мысль просто поражает, это... Вот вообще, как это такое может быть? Нет, я, конечно, предполагаю, что, возможно, он воспользовался магией какой-нибудь маскировки и выглядел как человек. Скорее всего, так оно и было, потому что вряд ли же ты сможешь себя выдавать за человека, если ты эльф в обычном своем виде. Вот, так что, скорее всего, какую-то магию применял. Ну, и опять же, про бессмертие, то есть, скорее всего, Айнхавант уже умер, потому что его в школе нету, а чувак, который находится в главном школе Айнхавантов, ничего про него не рассказывает, я к нему бегал, к сожалению, ничего не узнали. Возможно, то есть, эльф у нас бессмертен, потому что он эльф и очень долго тупо живет. Десперион бессмертен, потому что открыл школу темной магии и эльфы дали ему секрет вечной молодости. Странно, потому что они могут передавать. Почему другим-то не передают? Ну, в общем, тоже вот одно из таких. Хардин мог стать бессмертным, потому что он захватил и у него в прислужниках, он, конечно, думает, что он на равных, но на самом деле он в прислужниках, это король лечей Икар. Икар, потому что он создатель оружия Икара. Тоже такой поворот. И, блин, он был с самого начала, там, чуть ли не с С1, давайте, слетаю для наглядности, покажу вам этого короля лечей. И я еще покажу вам еще одну отсылку к доспырему. То есть, насколько я умел, просто голова кипит, насколько он, мир проработанный до мелочей. Так, давайте, где-то находится. Хочу, чтобы в школе преподавали истории Л-2. Блин, нам на целый год эту историю точно можно растянуть. Я просто удивляюсь людям, которые это писали. Я удивляюсь людям, которые делали эту игру. То есть, в основном, корейцам какое отношение? Ну, делают обычную гриднилку, вот такое отношение обычным корейцам. А когда ты познаешь этот мир более детально, ты охреневаешь, только работа была проделана в плане лора. Сколько было на это денег потрачено, и, как оказалось, людям это не нужно. От этого грустно. То есть, я не думаю, что если бы вот так в одночасье весь лор бы прекратили делать, никак это не развивали, вот чисто делали бы мобов, и ты гриндишь, людей бы стало меньше играть. Или думаешь, все-таки это как-то повлияло бы на онлайн? Да, я думаю, что это могло бы сискать свой контент, своих людей. Окей, а классик? В классике отказались от истории? Ну, в классике отказались от истории, потому что, я думаю, что оно именно у корейцев было поскольку полностью изучено, переучено, и люди просто хотели поиграть в те самые забытые хроники, поскольку мне кажется, что корейцы, ну, не знаю, признали, что год это не самое удачное их творение. они говорили уже, они же признали несколько своих ключевых ошибок. Кстати, как ты к ним относишься, то, что ключевая ошибка это инстансы, ну, я думаю, ты здесь согласен, и Монор, что ли, они сказали две ключевых ошибки. Монор, ты чего, они тронули, я не понимаю. И вот, собственно, король ячей, Икарус, по-английски, Икар, по-русски. Кто первый поймет отсылку? Здесь мечикар. Не за счет, я могу вспомнить. это не только мечи, а целая линейка Икаровских оружий. Пол Икара, меч Икара, все Икаровское. То есть, это С-80 пушки. Мне просто очень интересно в чатике, кто первый скажет еще одну отсылку. Ну ладно, еще подсказка отсылка к Доспариону. Ну и нет, это уже явная подсказка, но ладно. Доспарион Став. Хубукен, первый, кто сказал. Да, это Доспарион Став. Это у Хардина остался Доспарион Став, который он передал Икаросу. Почему Доспарион Став находится у Хардина? Вот почему вопрос. То есть, история будет развиваться. И кстати, вот непонятно, то есть, Доспарион считается учеником Хардина, но Хардин изучал темную магию по манускриптам Доспариона. Кто из них более темный? Ну, судя по всему, Доспарион раз по мануску манускриптам изучали. Да, но все-таки Хардин же обучил бы магии. То есть, если бы не Хардин, Доспарион бы не смог изучать дальше так магию. Потому что Доспарион сам говорит, что Хардин это великий учитель. Но сам Хардин учился по манускриптам Доспариона. То есть, как-то, ну, такое, круговорот получается странный. Ну, и сами смотрите на Хардин. Такой величественный стоит в кругу. Как это, как называется эта звезда распятия? Не знаю. его телочка. Сема. Не знаю, как по-русски Сема. По-русски я, наверное, как-то по-другому. Кема? Да не может быть. Блин, я вот не помню, как по-русски. Ты там далеко не можешь прибежать в Академии Хардин. Не помню. Я на Олимпе не помню. Не получится уже на Олимпе, не филисси. Но в Корее это окей. То есть, хозяин это норм. То есть, твой работодатель там, а, ну твой хозяин. Нет, у нас в России так и не скажешь, если тебе придет твой рекламодатель и скажет, я твой хозяин, мы еще по роже могут дать. Нет? Тогда вообще как бы сразу же. Так, иногда мой хозяин дает мне задание торговать в другом месте. Вот, это все, что мы можем узнать, к сожалению. Но я думаю, в Лоре можно узнать что-нибудь про эту телочку, и эта телочка человек. Многие думали эльфийка, но нет, ушей нету грудь. Грудь эльфийская, да, правая. Блин. Наверное, за груди все думали, что это эльфийка. Я впервые вижу человечку с плоской грудью. А мне такие есть. Могите, кстати, на плечи какие. Проработано. Раздадимся вопросом, почему у черных эльфов выросла грудь, а у смертных эльфов нет. Ну как? Они бегают раком, они свисают и тянутся. Они же бегают не 50 лет, как обычные люди, они бегают тысячи лет, и за тысячи лет у них грудь свисла. Логично. Что-то мы... Окей. А, вот, кстати, Dragon Knight. Это отсылка к первой линейке, потому что в первой линейке Dragon Knight это отдельный класс, отдельная раса. И это представитель. То есть, столько отсылок. Ну, я понимаю, почему сделали Dragon Knight именно здесь, потому что я уже рассказывал, то, что Хардина в первую очередь сделали как раз для того, чтобы ностальгировали чуваки с первой линейки, и вот он, вот он, Dragon Knight. Такая небольшая отсылка. Я понимаю, ваше чувство к такой несправедливости. Должно быть, вы очень сердиты, я бы тоже был очень сердит на вашем месте. Я никогда не забываю тех, кто мне причиняет вред. Зло должно оплачиваться добром. Все, кто совершил, все, кто согрешил против вас, должны быть уничтожены. Даже не раздумывайте. Ваша злость и жажда замщения, естественно. Вы должны поддержать все такие чувства. Это он говорит темным эльфам. Что он говорит светлым эльфам, не знаю, но скорее всего он говорит что-то другое. Потому что это же темных, может быть, обманули, предали и так далее. Да, да. Вот, так что было бы интересно, если бы поговорил по светлым эльфам с Dragon Knight. Вот, но нужно, наверное, в следующий раз. Рили Хардин может быть Гранд Кайном, почему бы и нет. Ну, были несколько отсылок к этому. Про Хардин ходило слухов, но нет. Потому что Гранд Кайн у нас появился по истории в угоде, но хотя он появился в том же месте, где стоит Хардин. Ну, нет, не думаю. Хотя очень странно, что они поправили в одном месте по одним и тем же квестам. Блин, опрокинь, если это... Нет, не думаю. Давайте не будем так сильно фантазировать, будем все-таки опираться от истории. Так, ну ладно, я думаю, на сегодня такой экскурс, мини-экскурс уже можно будет потихоньку подводить к концу. Что, что может сказать по этому стриму? Я хотел бы сказать, что мне вообще все это действительно интересно и мне немного жаловат, что я в этом не особо освендоблен, и хотелось бы в этом всем разобраться. А так, действительно, играешь в Ленина Ильич два столько лет и практически ничего не знаешь, что и как происходит. Временами вот буквально пару квестов, в которых я более-менее разбираюсь, но мне их приятнее делать, хотя бы потому, что я знаю, о чем идет речь. Они просто так бездумно бегают. Ну вот после таких разгаров у тебя появилось желание немножко более детальности. Конечно, конечно. Но это очень круто. Что сейчас запомнилось самое интересное в сегодняшнем стриме? Наверное, это что Раскена. Вот, и как это было действительно реализовано. Ты, кстати, не сбегал, так, не показал яйца? Не, к сожалению, не смог. Ну вот, вам не показал Элайт, Элайт яйцо? Хотел сказать, свои. Это Раскена. Можете его винить. Ну, я просто не могу физически. Надеюсь, всем было интересно. Сейчас я попытаюсь стримить немножко почаще, так что обязательно подписывайтесь на мой Twitch-канал. Также вступайте в группу ВКонтакте, я там пилю всякие анонсики. И еще раз повторю, то что у нас там проходят чуть ли не ежедневные викторины по интересным темам с линейки. Так что вступайте в группу, заходите, отвечайте на вопросы. Лемора, дай, пожалуйста, случку на мою группу. Вот. Тебе в чатике люди... Ну, ладно, захотят, сами найдут. И сейчас я, наверное, поставлю туда хост на Элайт. Он сейчас будет олимпить на ДФО сервере по ТС-сборке. Элайт страдает вообще. Что? Страдает, страдает. Ты страдаешь, не формишь? Нет, ну, у меня просто антиклассы не попадают вообще. Пентаграмма это звезда. Да, как это звезда называется, просто не помню. Вот это пентаграмма. Она же не только в линейке, это же... Я даже не знаю, как сказать. Такая попсовая звезда. Анархи. Анархи, анархисты тоже же дает звезда. Может быть, ну да, но это не совсем. Ну это не совсем, да, но примерно. Харлина в годе сейчас отвечает за изучение дополнительных скиллов вроде. В общем, кому интересен лор более детально, подписывайтесь на все, что возможно. Кто знает немножко больше в лоре и тоже его изучал, а таких людей очень мало, с удовольствием бы почитал бы от вас интересную информацию сялички в ВК. У нас есть один человек, который реально занимается лором первой линейки, занимается уже много-много лет, причем общается и с корейцами, и с американцами, кто играли в первую линейку. Очень много информации он мне предоставил, за что ему отдельное спасибо, к сожалению, никому его не помню. Вот, а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто был на стриме. Ставлю... А, нет, хостыч не поставлю, надо вспомнить, как тебе этот канал называется. А, все просто. Вот, и всем пока-пока, надеюсь, никто в чатике не кричал выгонить Сева у тебя. Не-не-не, все нормально будет. А тебе большое спасибо, что позвал, надеюсь, еще созвонимся и обсудим все это. Снимаем эту запись. Снимаем эту запись. Снимаем эту запись.